Добрый день, уважаемые телезрители! С вами Мироненко Александр, тренер Орловской Федерации УШУ. И сегодня мы с вами разберем одно из основных движений для развития динамической гибкости – мах прямой ногой или, как его называют в терминологии, джентитуй. Итак, дабы выполнить данное упражнение, нам потребуется небольшая разминка, дабы минимизировать риск возникновения травмы и насытить питательными элементами пучки наших мышц и усилить кровоток. Для этого нам потребуется сделать отведение прямой ножки в сторону с дальнейшей фиксацией, принять исходное положение, основную стойку, широкую стойку ноги врозь, ручки на бедрах и выполнить наклон с дальнейшей фиксацией стоп-ладонями. Для этого нам потребуется счет. На счет раз мы выполним наклон, на счет два – фиксацию, на счет три – выпрямление. Итак, начнем. Раз, два, три. Повторим еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Это простое упражнение позволит улучшить гибкость задней поверхности бедра, основной части спины, улучшить кровоток и приток лимфы. Следующее упражнение, которое нам позволит выполнить данное упражнение без риска возникновения травмы – шаг в вертикальный наклон. Для этого мы выполняем шаг левой ножкой вперед, занижаем силуэт путем сгибания коленного сустава, опорная нога и маховая находятся в одной сегидальной плоскости. Руки направлены по отношению к носку. На счет раз мы выполняем наклон, фиксацию ладонями носка, на счет два – удержание, на счет три – принятие исходного положения. Итак, приступим. Шаг, перенос веса, занижение силуэта. Раз, два, удержание, три – принятие исходного положения. Шаг, перенос веса, занижение силуэта. Раз, два, удержание, три – принятие исходного положения. Уже матери зрителей, если вы будете испытывать легкий дискомфорт при выполнении этого упражнения в икроножной мышце и задней поверхности бедра, в этом нет ничего страшного, поскольку ваша мышца находится сейчас в статическом напряжении. Происходит разрыв фасции мышцы, записывание новой мышечной памяти, которой возникает боль в связи с этим. Поэтому она пройдет в течение нескольких секунд, и вы можете возобновить упражнение заново. Итак, мы вернемся к выполнению упражнения основного – дженти туй. Для этого нам потребуется выполнить подъем ладоней на бедра, выполнить шаг левой ногой с переносом веса на стопу. Опорная нога будет прямая, спина – прямая. Маховая нога, которая находится по отношению к спине, перпендикулярно – прямая. Еще раз. Исходное положение – основная узкая стойка. На счет раз мы делаем перенос веса вперед, подъем кистей на бедра. Раз. На счет два – принятие исходного положения. Два. Раз. Два. Итак, продолжим. На счет раз мы выполняем шаг опорной ногой вперед, приведение кисти к бедрам. На счет два – выполняется динамический мах. Ногой в сторону лба с пересечением линии бедер. Два. На счет три – отведение назад. Данное упражнение можно выполнять как в среднем диапазоне, в скоростном. Так и в максимально быстром. После выполнения данного упражнения два или более раз, следует поменять маховую ногу. Итак, приведение рук. Шаг с переносом веса. Маховое движение. Приведение. Исходное положение. Повторим. Раз. Шаг с переносом веса. Маховое движение. Два. Приведение. Исходное положение. Три. Итак, уважаемые телезрители, данный простой комплекс поможет вам увеличить вашу динамическую гибкость нижних конечностей, улучшить кровоток, насыщение тканей кислородом, питательными микро- и макроэлементами и улучшить общий тонус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова